Всех почитателей автоспорта приветствует автогоночный комплекс Атрон под Рязанью, куда вновь нагрянул большой российский ралли-кросс, проводя третий этап чемпионата страны. В канун его было принято решение о запрете радиосвязи во всех классах, за исключением Супер 1600 и Супер Авто. Решение интересное, но несколько внезапное. Это нормальная история. Я считаю, что изменения любых правил должны быть либо перед сезоном, либо после сезона на следующий. А менять правила я не поддерживаю, конечно, такую идею. Но для нашей команды вообще без разницы, с рацией без раций. Как есть, так есть. Погода благоприятствовала. От вязкой грязи недельной давности не осталось и следа. И по наезженным траекториям пилоты приступили к выполнению соревновательной программы, порадовав болельщиков острым соперничеством и захватывающими дух моментами уже на предварительной стадии отбора. Лидеры классов старались держать марку, но, как это часто бывает, на передовые позиции активно претендовали и те, кто пропустил предыдущий этап. И те, кто выступил там не слишком удачно. У юниоров весьма убедителен 12-й стартовый номер Николай Калинин. Три лучших результата в хитах и, соответственно, уверенное лидерство, опережая уральских ребят Павла Лебедева, номер 90, и Владимира Юрченко, номер 11. В Д2Н победитель второго этапа Михаил Путятин, 11-й номер, начинал столь же лихо, но в третьем хите его немного подкорректировали соперники, и по общей сумме он уступил лидерство 20-му номеру Егору Санину. А на третьей позиции расположился Степан Ануфриев, номер 13. В национальном зачете резво взялся за дело Андрей Петухов, стартовый номер 10. Недели ранее он даже в полуфинал не отобрался, а тут разом выдал три первых результата к ряду. Остальные не смогли похвастаться такой стабильностью, чередуя удачный прокат и скромные показатели. Особенно колоритную серию выдал 78-й номер Артем Антонов. Во втором хите он зацепил баллоны ретардера и исполнил рандат винтом с приземлением на крышу. Механики экстренно восстановили машину. И в третьем хите, в борьбе со Станиславом Новиковым, Артем цепляет другие баллоны и с мясом вырывает колесо к неописуемой радости своих механиков. Илья Родькин номер 70 и Рустам Фадхудинов номер 18 сумели избежать откровенных провалов и заняли вторую и третью позиции. В зачете Супер 1600 однозначного фаворита не наблюдалось. Претендентов хватало. Олег Жаворонков, поменяв машину после эпичного крушения неделей назад, привыкал к нюансам управления, попутно выступая еще и в классе Суперавто. Все отлично. Мы проехали и в полном приводе. Конечно, машина у нас переднеприводная. Но, тем не менее, мы даже еще показали неплохой результат. Пока идем третья. В 1600 был третий хит. Чуть-чуть ведет сцепление, поддерживала гучничком, но она чуть тронулась. Получила два джокера. Но, тем не менее, боролись и приехали первыми. Две победы выдвинули на первую позицию Артура Егорова, номер 39. Победитель второго этапа, 36-й номер Евгений Ушмаев, начинал скромненько, но понемногу раскатился и добрался до второй позиции. А третью занимал 91-й номер Александр Тихонов. Скромный по численности, но самый мощный класс Суперавто вполне уверенно контролировал победитель второго этапа Раис Миниханов, номер 62. Но первый хит выиграл победитель первого этапа Николай Зверев, номер 96, и набрал вторую сумму баллов. А третью накопил 55-й номер Игорь Усов. Второй день начинался без раскачки. Те, кто понес потери накануне, стремились их по возможности компенсировать, действуя порой за гранью риска. А Артем Антонов виртуозно использовал шанс для попадания в полуфинал национального зачета. Эх, не зря, механики колдовали над реставрацией машины. Но еще хлеще выдали юниоры. На разгоне Иван Журавлев тычком отправляет машину Николая Калинина в неуправляемый полет с приземлением на колеса. Вероятно, чтобы лидер не зазнавался. Отстреляв четвертый хит, классы «Национальный» и «Супер 1600» выезжали на полуфиналы. В первом заезде национального Андрей Петухов, Рустам Фатхуддинов, Станислав Новиков, Станислав Иллирицкий, Дмитрий Марченко и Артем Антонов. На разгоне Марченко попытался втиснуться внутрь и отдавил Новикова с Иллирицким. И в образовавшийся коридор проскочил Антонов, удержав траекторию и второго виража. Новиков выпрыгивает на газон, и эта кутерьма заднего ряда окончательно разделяет пелотон на первую тройку финалистов в лице Петухова, Фатхуддинова и Антонова и тем, кому не повезло. Стартовка второго полуфинала. Михаил Симонов, Илья Родькин, Егор Антошин, Никита Ушаков, Павел Сокеркин, Андрей Тюрин. По сигналу все поехали ровненько за первым рядом, и Ушаков сумел опередить Антошина по внешнему радиусу. 21 номер рвется в контратаку, но сшибает баллоны ретардера, и это отбрасывает его на пятую позицию. С геометрией машины сразу стала беда, и у расстроенного победителя второго этапа абсолютно не получилось поучаствовать в споре за финал, куда уверенно заехали Симонов, Родькин и Ушаков. Во втором повороте баллоны собрал, не знаю, может помогли, может своя ошибка, что больше всего вероятно. А дальше кривые колеса, смог держаться, потом опять ошибка, и все, проиграл. Финалы открывали юниоры. С первого ряда стартовали Николай Калинин, Павел Лебедев и Иван Журавлев. Любопытно было взглянуть, не расклеился ли обладатель полупозиции после инцидента в четвертом хите. Нет. Николай оказался в полном порядке, не прозевал старт и повел караван финала за собой. За ним последовали Лебедев и Журавлев. Но после грунтовки на третье место перебрался Владимир Юрченко. И круг за кругом отрыв первой тройки нарастал. Финиш фиксирует победу Николая Калинина. Второе место Павла Лебедева и третье Владимира Юрченко. С каким настроением ты выезжал на финал? С хорошим настроением. Все было прекрасно. Немножко башенку поцарапали. Спасибо всем, кто готовил ее. Немножко это подпортило, что-то вроде извиняюсь. Не хотелось, что так получилось в таком гонке. Всякое бывает. В финале Д2Н ожидалась битва гигантов первого ряда Михаила Путятина и Егора Санина. И по сигналу заезд рванул вперед. И в горячке разгона задний ряд вышибает Марка Новикова. А Путятин отдавливает Санина и Ануфриева к наружной бровке и захватывает заветное лидерство. Санин за ним. Но совсем скоро осознает поломку переднего колеса и паркуется на газоне. Сход. Путятин сразу получает комфортное преимущество и спокойно движется к победному финишу. Ануфриев тем временем ведет маневренную войну с Раисом Минихановым, который ему удается завершить в свою пользу и финишировать вторым, оставляя представителя Татарстана на третьей призовой позиции. Непредсказуемый финал Супер 1600 отправлял с первой линии Артура Егорова, Александра Колесниченко и Евгения Ушмаева. За ними Александр Тихонов и Раис Миниханов. Третьим рядом Олег Жаворонков, Роман Янкун и Роман Голиков. Старт. Егоров и Колесниченко рвутся вперед. За ними Тихонов и вдоль бровки Жаворонков. Но поберег ставит машину Миниханова. Стык и они разлетаются по сторонам, перегораживая путь Ушмаеву, оставляя того в самом хвосте. А для Жаворонкова все на этом и заканчивается. Сход. Очень бодренькое начало определяет явную тройку лидеров. Егоров, Тихонов, Колесниченко. Четвертым едет Голиков. Ушмаеву удается сманеврировать на пятую позицию, обойдя Миниханова и Янкуна. По предварительным раскладам, участь гонки была предрешена. Но с этим, по всей видимости, никак не хотел соглашаться победитель второго этапа Ушмаев. И он начинает затяжной рейд, пытаясь улучшить свое незавидное положение. На втором круге, на выходе с грунтовки, он атакой справа обгоняет Голикова и перебирается на четвертую позицию. И появляется надежда при удачном раскладе зацепиться за призы. Теперь цель Колесниченко. И через круг почти в том же месте, но атакуя слева, Ушмаев прорывается на третье место, что уже расценивалось как несомненный успех. Но Евгений почувствовал азарт погони и останавливаться на достигнутом не собирался. И в связке ретардеров, подловив оплошность Тихонова, ходом проскакивает на второе место. Но лидер заезда Артур Егоров безнадежно далеко. Или все-таки не безнадежно. А может попробовать. И погоня обретает новую фазу. Ушмаев заезжает на Джокер и успевает выехать перед группой преследования. Однако разрыв с лидером вновь ощутимо вырос. И надо изо всех сил его сокращать. Стремительно тают секунды последнего круга. И столь же стремительно нарастает напряжение. Егоров едет на Джокер. Ушмаев параллельным курсом давит по дуге трассы и на последних метрах первым влетает к финишу, одерживая просто невероятную победу. И не сдерживая эмоций, направляется на процедуру награждения. 1600. Ну старт, ну все, бам, тут поперек машина. Ну что, все, там просто все опустил. Думаю, сейчас все, ну блин, никак. Но потом пошло, 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 пошло. Не, на самом деле эти эмоции отпустили, как бы. И полномерно начал осаду. У каждого. В середине дистанции, думаю, ну хоть за тройку зацепиться. Но потом раз ошибка у соперника, два ошибка у соперника. Проехали. Ну и финальный круг это был апофеоз. Поздравляем. Команда отработала отлично. Спасибо. Вот так вот за Рязань. Один-один. Здорово. Спасибо моим болельщикам. Спасибо семье. Кубок Комитета Кросса и Ралли Кросса – своеобразный утешительный турнир для тех, кто не пробился в полуфиналы. Но это настоящая гонка. Даже с процедурой награждения. Вот только ее победитель определился уже на первом круге. Пилот на алой машине под номером 25 Денис Суворов был весьма убедителен и выиграл с большим отрывом. Оставив на втором месте Романа Голикова, а на третьем – Артема Вострякова. Ну что, с первым трофеем тебе? Да, спасибо. Первый среди последних. Соответственно, трофей, конечно, таксили. Но в целом работаем с машиной, поднастроили двигатель. Вроде темп был очень достойный. И кажется, что в финале с таким темпом можно было бороться тоже с безумные места. Финал национального зачета с первой линии повели одноклубники Андрей Петухов и Михаил Симонов. За ними Рустам Фадхудинов, Илья Родькин, Никита Ушаков и Артем Антонов. Сдвоенный центр Брагин Рейсинг Тим старался держать единый фронт. И на прорыв устремился Родькин, но в коварных ретардырах вылетел на газон. Однако его атакой воспользовались Фадхудинов и Ушаков, оттеснив Симонова на четвертое место. Михаил рискованной атакой обгоняет Ушакова. Но передовой дуэт Петухов и Фадхудинов за это время успевает наработать дистанционный отрыв. И выше третьего места Симонову подняться не удалось. Андрей Петухов никому не уступил заветного лидерства. Он был лучшим в квалификации, выиграл полуфинал и увенчал состязание победой в финале. А второе место Рустама Фадхуддинова выводит его в лидеры общего зачета чемпионата. Можно сказать, что ты полностью реабилитировался после не слишком удачного прошлого этапа? Ну да, прошлый этап, к сожалению, были технические неполадки. Потом чуть не везло, где-то я ошибался. В общем, постарался его максимально быстро забыть и настроиться на этот этап. Здесь вроде все получилось, все отлично. Машина работала как часы, настройки сделали подходящие. Ну и все остальное тоже сложилось. Финал суперавто повел Николай Зверев, опередив Раиса Миниханова. В дележ за призы попытался вклиниться Игорь Усов, и это ему удалось. Но на следующем вираже Евгений Животов контратаковал и вернул утраченное. А связка Зверев-Миниханов укатила в отрыв разбираться между собой. Пару кругов Николай удерживал соперника, но затем последовал на Джокер. И Раис полным ходом рванул вперед, чтобы уже никому не отдать лидерство и одержать вторую победу подряд. Зверев финиширует вторым. Животов третьим. Зверев финиширует вторым. 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 Редактор субтитров А.Семкин